Накал страстей был, видимо, действительно серьезный, потому что мама взяла гаечный ключ, так хорошо впечатлилась, и начала стучать по батарее. Слава Богу, что они по бабушке. То есть вы говорите им Евангелие так, как понимает его 13-летний подросток, они нормально воспринимают, даже те, кто находится в бунте, в какой-то контркультуре, они тоже как-то нормально воспринимают, взаимодействуют, а вот старшие, как бы те, кто по идее должны заниматься воспитанием, так или иначе, они почему-то воспринимают это в штыки. Все знали, что Антон под домом садит огород, под пятиэтажкой, что все бабушки его знают, мне многие помогали там ограждать полисадники для бабушек, то есть, ну, были где-то задействованы со мной, вот эта странность, она была искренней, и по сей день, наверное, так остается. Наш Господь удивительно, но не нуждается в адвокатах. Сегодня в программе «Личное признание» вы услышите его от нашего сегодняшнего гостя, молодого служителя пастора Церкви Слово Божие Антона Пахтусова. И я рада представить его вам. Он молодой человек, который уже в своей жизни принял посвящение на служение людям. Непростая стезя. Где-то мне попадалась на глаза статистика, что пастырское служение, наряду со служением психолога и юриста, является одной из самых травматичных и депрессивных. Как бы очень велика, скажем, профессиональная деформация от работы с людьми, очень сложный такой вот материал, с которым вы работаете, души человеческие. Как вообще вас угораздило прийти в такую сложную историю и пока еще сохраняет свежесть, радость. Вот, надеюсь, что вы сохраните этот настрой. Расскажите немного о себе. Ну, наверное, надо начать с небольшой истории, с истории нашего покаяния. Мы покаялись в один день с моей мамой. Это было в Украине. Мы были в гостях у моей бабушки, у маминой мамы. И они были такие две властные женщины, которые одной из ночей дрались. То есть у них была такая драка. Я из соседней комнаты так подглядывал. Сколько вам было? Четыре года. Покаяние, да, вот так происходило? Да, да. И накал страстей был, видимо, действительно серьезный, потому что мама взяла гаечный ключ, так хорошо отпечатлилась в моей птице, и начала стучать по батарее. О, слава богу, что не по бабушке. Это точно. Вот. И пришли над нами соседи, пожилая пара, Владимир Константинович, брат церкви и сестра Мария, его супруга. Что значит, брат церкви? Верующий человек. Верующий человек, да. Потом стал как бы на нас уже братом. Тогда мы просто знали странная пожилая семейная пара. Вот. И они пришли и так уверенно, давайте помолимся. Раз, в кружочек встали ночью, меня за ручки взяли и начали молиться. Молитвы покаяния. И все начали плакать. То есть такое сильное присутствие Божье. И с того момента мы, и я по сей день в это верю, что это было осознанное покаяние. Осознанное покаяние. Осознанное покаяние у мамы с бабушкой. И вскоре мы были на одном театрализованном представлении для детей в городе, которое организовывала церковь. И там был в конце призыв такой на простом языке к посвящению себя Христу. И мы домой пришли. Я помню, мама еще вышла на балкон, покурила. Мама пришла, и мы лежали в одной кровати. И я говорю, мама, я вот этого Иисуса хочу в сердце. Там вот про это говорили. То есть вы помните себя в 4 года, ваши мысли, переживания, ваши желания. И вообще этот день. Да, 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 да. Ночь. Это была ночь. Да, и мама как могла. То есть воспроизвела, видимо, по памяти молитву покаяния. Что-то мы сказали Богу. И с того момента началось хождение во Христе. Папа в это время сидел как раз-таки на Урале, в Курганской области. Отбывал наказание. Восемь лет у него был приговор. И мы когда вернулись к нему, то есть мама ждала его восемь лет, она приехала к нему на зону и проповедовала Евангелие. И он покаялся. И уже когда мне было 6 лет, да, он освободился. И мы стали такой удивительно приличной семьей, которая стала посещать собрания. Родители получили, там, прошли библейские курсы, библейскую школу и начали служить. Папа стал служителем тюремного служения. Мама всю жизнь посвящала проповеди Евангелия. То есть кто бы ни приходил к нам в дом, все выходили с Новым Заветом в руках и молитвой покаяния и с исповеданием Иисуса Христа Господом. Наверное, вот это состояние, когда ты живешь в такой атмосфере, среде, когда постоянно, 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 ну, видишь посвящение, да, сердца служению Христу, его людям. В какой-то момент, в 11 лет мы были в лагере на берегу моря. Это уже было в Калининграде. Я пережил вторую, как бы я так сказал, осознанную встречу с Богом. То есть такой подростковый возраст, когда... Ты на рубеже, да, или туда, или туда. Да, да, и я прямо проговорил, гулял и проговорил Господь, я хочу посвятить свою жизнь Тебе. И вскоре уже было мне такое пророческое слово, что я буду пастором. На что я так улыбнулся этому человеку и сказал, вряд ли, вряд ли. Вот, но я это писал, я это записал, что я буду пастором. И в какой-то момент пришла вера, что я буду пастором. Вот так я пришел, наверное. Но пастором стал официально пастором церкви год назад, а служением пасторским среди молодежи занимался до этого в Челябинске 8 лет. То есть, по сути дела, с момента вашего второго посвящения, да, вы почти начали служить почти сразу. Что было вашей подготовкой к служению молодежи? На самом деле, первое понимание, что надо молодежи служить, пришло очень странно. Я служитель и пастор для бабушек. То есть, это правда, я очень люблю старшее поколение, мне очень легко находить общий язык. Я человек земли, огорода по сей день, у меня на подоконнике сейчас цветут фиалки, растут помидоры, и поэтому всегда общий язык легко было со старшим поколением находить. Я приходил просто к соседним бабушкам в гости с Новым Заветом, пили чай, и мы с ними молились молитвой покаяния со всеми практически. То есть, это такое хорошее было время. Это в Челябинске, да, когда вы там были? Это было уже в Калининграде. Мы после освобождения папы переехали в Калининград, жили в небольшом городе Светлом, и там я рос в окружении дворовых бабушек, которые все со Христом сегодня, слава богу. Да, и мы... То есть, не дворовых хулиганов и мальчишек, а дворовых бабушек. Да, и, наверное, из-за этого отчасти я был изгоем среди сверстников. Ну, изгоем, наверное, громко, но... Не своим, да? Не своим, да. В своем возрасте практически не было друзей у меня. И я верил, что я всю жизнь буду служить старшему поколению. У нас был замечательный проект от церкви, назывался «Соединяем поколение». Идея, что молодежь служит в домах престарелых, в домах ветеранов. Это такой действительно важный проект, который был в Калининграде, в области, он по сей день реализуется. И когда мы там служили, мне Господь проговорил, «Я призываю тебя в сердце для служения молодежи». А я абсолютно чужд. Ну, то есть, это не мое служение на тот момент. Но это правда. Я не знаю, как так получилось. В моем общении всегда было с людьми старше 40 лет. И когда я это получил, у меня уже такое дерзновение было. Все, надо что-то делать. Я пришел к пастору церкви и сказал, «Я хочу домашнюю группу открывать». Это мне было лет 12-13. Надо открывать домашнюю группу. Ну, мне нравится. Такой буйкий подросток был. Да, да. Что касалось служения, я был буйкий. Вот. И мне нравится, что в той культуре, мы сейчас эту культуру воспроизводим в нашей церкви. Мне сказали, «Давай, давай». То есть, если у тебя есть призвание, ты чувствуешь, давай, пробы, мы поможем. И я начал домашнюю группу. Я начал внутри церкви собрал ребят. Не все получалось гладко. То есть, это не такая история, где сразу там 100 человек пришло. Там пришло двое, и мне было тяжело им служить, потому что это были мои сверстники. Но с этого что-то началось. Какой-то путь служения молодежи. Я стал... Моей фишкой стала вот эта странность. Я там мог спеть частушку, мог рассказать, как посынковать помидоры, как-то все это обернуть в какой-то такой... Новозаветную оболочку. Да, да. Вначале просто со мной было весело. Со мной, что было весело. Как будто мы смеялись. Вот. Но это постепенно стало перерастать в большее, потому что пришло дерзновение уже проповедовать одноклассникам. Но это на самом деле удивительно, потому что, наверное, это даже так... Ты не знаешь ни законов, что можно, что нельзя. Я просто прямо в школе начал проводить встречу, где проповедовал Евангелие. То есть... Ну, после уроков, да? Да, после уроков я позвал одноклассников и сказал, приходите. Они пришли, и я начал просто им делиться каким-то словом, таким простым, в такой манере простой. Как мне казалось. Мне кажется, это было неказисто поначалу. Но... Это все был такой хороший опыт, путь... Такое начало хорошее, потому что потом Господь стал, когда уже стал старше классы, служить больше неформалом. Интересно, да, что не со сверстниками, да, которым вы рассказывали такой вообще взрыв, не знаю, того, что вообще не похоже на окружение, на то, что из телевизора, там, из журналов, из газет, откуда угодно, из соцсетей. То есть вы говорите им Евангелие, так, как понимает его 13-летний подросток. Они нормально воспринимают, даже те, кто находится в бунте, в какой-то контракультуре, да, они тоже как-то нормально воспринимают, взаимодействуют. А вот старшие, как бы вот те, кто, по идее, должны заниматься воспитанием, да, так или иначе, они почему-то воспринимают это в штыки. Как вы это себе понимаете? Ну, в тот момент, наверное, я был больше максималистом, таким радикальным, да, я прямо шел на конфронтацию, я мог прийти к директору, в кабинет, там, без всяких предупреждений, смотреть в глаза и говорить, что ну, вы не правы, вот так доказывать. Ну, шел на рожен, был не прав, но это хороший путь, то есть, мне нравится этот путь. Хороший опыт такой, где-то защищаться, да, опыт быть таким верным, но, наверное, еще потому, что они боялись, потому что люди шли, то есть, у нас были собрания 30-40 человек, естественно, это не были собрания, как в церкви, то есть, это были там чаепития, это были какие-то творческие мероприятия, мы читали стихи, или мы делали там театральную какую-нибудь постановку, но везде, везде, везде я начинал, как бы, да, постепенно сеять, сеять Слово Божье. То есть, вкладывать истинные какие-то, то есть, цитировать места из Библии, да, там, Слово Божье получается, как-то направлять, получается мысль и общение, вот, на размышления о вечных истинах, да? Да, да, мы начали сами, без чьей-либо поддержки, ну, попытки, сделали такую попытку, сдавать школьную газету, то есть, это уже в старших классах, где мы тоже, как бы, такую истину несли, мы делали велопробеги, то есть, велопоходы, походы, такой хорошей, хорошая среда для... Движение такое хорошее, да. Движение хорошее, да, и это, ну, имело успех, потому что, ну, проповедовалось Евангелие, я верю, ну, я так верю, что если человек сегодня не дошел до покаяния, возможно, или не дошел до церкви, если даже до покаяния дошел, то это слово, оно продолжает работать, оно продолжает производить свое действие, и сегодня, это для меня такая радость великая, я знаю, что очень больше, по-моему, шести человек моих одноклассников, они, их семьи, их дома, они исповедуют Иисуса Христа Господа, просто мы за них молились, им было какое-то общение, но я верю, что наша молитва, она работает, и сегодня она, как бы мы их отвоевали, из стана врага, мы их достали этой молитвой, и они сегодня со Христом, служат ему, то есть это для меня великая радость, потому что это значит не зря, это значит... Да, ну это просто удивительно, что подросток с таким дерзновением, вдохновением, с такой энергией начал организовывать вот целый, сейчас так говорится, движ такой, да, ну и получается, вы были где-то вдохновителем, а где-то поддерживали инициативу. Это как бы получается, появляется какой-то интерес, молодежь, это вообще такое служение, где нельзя быть лицемером, это потом уже так сформировалось, пришло понимание, как и дети. Оформилась, да? Да, оформилась, что получается, если ты искренний, ну вот я огородник такой, да, я простой парень, и мне это интересно, и я таким и был, то есть все знали, что Антон под домом садит там огород, под пятиэтажкой, что все бабушки его знают, мне многие помогали там ограждать палисадники для бабушек, то есть, ну, были где-то задействованы со мной, вот эта странность, она была искренней, и посиди, наверное, так остается. Было много историй уже в старшей школе, потому что было прямо такое проявление, интересно, одна девочка ходила по школе, каждое утро она говорила мне, я тебя ненавижу, я тебя ненавижу. Послание у нее было такое, для каждого дня. Каждый день, каждый день, причем я никак с ней не взаимодействовал, то есть просто она видела меня, и ей было я неприятен. Я смотрел, я всегда говорю, у тебя такие красивые глаза, такие красивые глаза, я и в глаза у тебя, такие красивые глаза, и дома молился за нее. И однажды она, мы с ней уже шли по улице, в компании, и в этой компании пришли к ней домой, пили чай, и вдруг, то есть она говорит, ты у меня дома, я пою тебя чаем, я тебя слушаю, и я больше тебя не ненавижу, то есть что-то произошло, невероятно. Она честна, да, такая перед собой, то есть сразу просканировала свое сердце и увидела, что нет там вот этого. Да, да, и это на самом деле было тоже свидетельство, что вот любовь, по любви между вами, узнают, что действительно, это так, то есть не было в ответ ненависти, а было какое-то такое, благожелательное, ну как бы отношение и пожелание, чтобы она узнала действительно спасение. Но это я сегодня понимаю, уже имея общение вот с людьми больше, что это не моя заслуга, потому что это была благодать на именно служение, благодать проявлять любовь, потому что своими силами это невозможно. Потом поступил в университет в Челябинск, там вообще интересно было, потому что... На кого поступил? Поступил педагог-психолог, поступил, закончил. Почему именно в Челябинск? Вот Калининград, вот Челябинск, это разное совсем... Честно, я не очень высокие баллы набрал, чтобы поступить на бюджет, поэтому бюджетное место, куда я смог поступить, это был Челябинск. И я так относился, говорю, Господь, где будет зеленый свет, туда я пойду. И вот Челябинск меня пригласил, а Челябинск там, по сути, рядом с Курганом, 200 километров, моя родина, я там родился. Интересно, что моя мама, ее уже сейчас нет в живых, и тогда не было, она ушла в вечность, она имела призвание от Бога, и она так бы исповедовала, что подростки и молодежь Урала, они принадлежат Христу. И она имела дерзновение, как бы ехать туда, проповедовать молодежи. Так получилось, что в вечность она ушла здесь, в Петербурге, в центре Алмазова, и не поехала туда. И буквально через два года после ее смерти, я поехал. Когда я в Челябинск приехал, там уже четко Господь проговорил, ты будешь служить молодежи, и мы сразу, то есть сразу с первых дней, я нашел церковь, пришел мне и сказал, я хочу служить. Сразу недоверие было, потому что кто такой, молодежи я не понравился, я поначалу никогда не нравился, но были молитвенные группы в 6 утра, сестры, которые в возрасте, и я сразу туда. Родная стихия. Моя стихия. Я просыпался и ехал на молитву. То есть получается в 5 утра вставали, да? В 5.30, да, и там к 6.30 уже приезжал, то есть там попозже чуть-чуть начиналось, и мы молились, и потом на пару шел. И вот это было место такой хорошей, как обороны, да, где мы завоевали духовную землю, да. Потом я приходил в университет, и я мог смело проповедовать, и в общежитии, в котором я жил, начал домашнюю группу, которая привлекла внимание потом правоохранительных органов, потому что это было больше 20 человек, абсолютно, которые из разных, из башкирских деревень, из российских... Из разных регионов, да, то есть разных наций в том числе, наверное, да? Да, которые не исповедовали Иисуса Христа Господом, а мы им проповедовали. То есть я мог приглашать туда гостей. Интересно, что подсылали с... Из органов каких-то? Ребята, завербованные студенты, такое даже было, то есть... А как вы их вычисляли? Интересно, что один парень, он... Сам раскрылся? Пришел, и пришел в церковь, и покаялся, и, как я потом понял, такое сильное переживание от Духа Святого у него было, что он отказался от этой деятельности, и когда видел меня на другой стороне дороги, переходил, то есть у него такое было переживание, что он как бы предатель. Вот, к сожалению, мне с ним не удалось потом... Пообщаться, пересечься ближе, но другой парень пришел ко мне и сказал, слушай, ко мне подошли и просили меня... Приглядывать за вами, да? Да, да, вообще с тобой. Я сказал, что не буду, и пришел сказать тебе об этом. Вот, потом меня пригласили, и у нас на удивление были хорошие отношения с теми инициаторами, кто это курировали, потому что я искренне говорил, что я никого не вербую, что это абсолютно не... Не радикальная какая-то история, да. Не радикальная деятельность. При этом, ну, как бы, конечно, по незнанию мы раздавали новые заветы, молились молитвой покаяния, у нас были такие дебаты хорошие, но мне нравится, что люди действительно задумывались, и многие исповедовали Иисуса Христа Господом. У многих лежали новые заветы. Каждый праздник я дарил новый завет. И там у нас была смешная история. О, Антон опять придет, и в мою коллекцию еще один новый завет подавится. Да, то есть у кого-то там было пять, у кого-то шесть, но я всегда говорю... Вас церковь снабжала Словом Божьим? Да, да, это было. И в церкви мы начинали проект социальный. Он назывался «Несоциальные сети». Это было больше направлено на неформальную молодежь. То есть мы проводили кулинарные мастер-классы, музыкальные мастер-классы, литературные вечера поэзии, куда приглашали людей, мы знакомились, общались, и просто потом несли свет истину. То есть мы открыто говорили, что мы люди верующие, что мы собираемся в офисе церкви, и мы веруем в Иисуса Христа. И мы проповедовали, и это имело успех. В «Несоциальные сети» было много очень ребят, которые приходили разных, разных, разных и разных ориентаций, и разных таких и анархических взглядов, наверное. То есть разные были ребята, но они, многие покаялись. А были с вами диспуты такие? Ведь студенчество – это такая среда вообще бойких, нахальных, неглупых очень часто людей, действительно пробующих самые разные идеи, какие-то движения. Как вы припоминаете? Очень много этого было, но опять-таки была благодать именно на вот эту группу людей, потому что и сегодня мы в церкви пытаемся такую атмосферу создать, что ни в коем случае нельзя… Ну, у нас есть такая навязчивость порой у верующих людей, продавливание, потому что мы часто слышим ересь, нам какую-то доказывают свою историю, что это макаронный бог, или это какая-то инопланетная жизнь, или это вообще ничего этого нет, или какую-то наоборот сложность. Не читайте это, потому что там какие-то там зародыши, не знаешь, как это происходит. Да, это бесы, часто старшие сестры, там старшее поколение, они такие «аааа». Но надо просто послушать, надо просто создать атмосферу принятия, это потребность современной молодежи, атмосфера принятия. Атмосфера принятия в церкви, нигде тебя пичкают божественной мудростью, она придет, это время для божественной мудрости, нужно принятие, нужно принятие. Это на самом деле, наверное, такой момент активное слушание, когда тебе говорят то, что ты не понимаешь, или с чем в корне не согласен, но ты... Но ты внимаешь и пытаешься понять, что за этим стоит, да? Да, 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 да. Потому что, как правило, это просто защитная реакция на такой вызов системе, максимализм. То есть он даже не знает, что он исповедует, то есть он просто выбрал это, чтобы противостать. И мы не должны быть по другую сторону барьера, кому ты противостоишь. Вау, классная философия. Слушай, расскажи поподробнее. То есть мне интересно, слушай, я верю по-другому. Я верю в Иисуса Христа, я верю в жертву на кресте. Во что ты веришь? И мы начинаем задавать вопросы, общаться. О, слушай, а это, слушай, мне кажется, вот Иисуса это более реально звучит, да? То есть Иисус там приводишь цитату из Евангелия или цитату из Ветхого Завета какую-то. Как ты на это смотришь? Удивительно, что это, оно просто топит сердца невероятно. Он просто хочет быть рядом. Он просто хочет быть рядом, потому что дома есть давление, в школе есть давление. И если в церкви давление, то он выберет какую-то сторону без авторитетов, где он сам себе авторитет. Или где авторитеты далеко, допустим. Да, я верю в это, но здесь нет никакой группы, сообщества никакого. В общем, это очень интересно. И сегодня в церкви мы пытаемся это, как бы, ну, не пытаемся, а мы делаем это, да? То есть принятие. А для тех, кто приходит, допустим, только-только, да, первые шаги с Иисусом у человека, это сложнее, потому что все равно тяжело... Охватить, наверное, разный спектр интересов людей, которые приходят, и сохранять правильный фокус и так далее, да? Да, да, потому что ты понимаешь, что это, в самом деле, вот это вот вначале вы сказали, что это пастырское служение, это такое стрессовое, потому что это люди, да? Это человек-человек, прямой контакт постоянно. И когда ты сталкиваешься с альтернативной точкой зрения, и... За ней стоит, на самом деле, некие убеждения, некая сила тоже, вот некая жизнь. Мне очень нравится, действительно, апология, это люди, которые защищают веру, но я, допустим, часто в воскресенье говорю, наш Господь удивительно, но не нуждается в адвокатах. То есть Он дал нам служение примирения, а не служение защиты. Ну, по крайней мере... Как вы это видите в своем служении. Да, как мы это видим в нашей церкви. Расскажите чуть-чуть, сколько молодежи у вас в церкви, сколько лет в вашей церкви. Я так понимаю, что исполнилось слово мамы. Мы сейчас с вами общаемся в Санкт-Петербурге. Вы пастор молодой церкви, и вы говорите как раз о том, как вы свои наработки подросткового возраста сейчас, по сути дела, внедряете, применяете, ими живете. В итоге вот за это время что собой представляет ваша церковь? Церковь нашу начал в Петербурге не я, другой пастор, он сейчас переехал. Меня пригласили из Челябинска сюда с супругой. Мы переехали, и мы жили первый год, просто знакомились с церковью. Я таким был пастором, администратором. А вот уже год, пошел второй год, как я пастор церкви. И что из себя наша церковь представляет? Ну, ей вообще 7 лет, нашей церкви. И это церковь, где большая часть это молодежь. То есть средний возраст, это меньше 30 лет. То есть, и мне нравится всего один пожилой человек у нас посещает наше собрание. Пожилой это у вас сколько? Ну, пожилой, наверное, простите меня, пожалуйста. Дай бог всем быть таким пожилым. Вот, но... Самый зрелый человек у вас это кто? Сколько ему? Это Татьяна, ей около 70. Вот, но по духу она даст фору... 30-летним, да? Да, так у нас есть группа людей около 40 лет, а так в основном это такие группировки. 20 плюс, да? 30 и 20, да. 30 и 20. Действительно, слова мамы исполнились. Ты будешь здесь, в этом городе, ты будешь тут служить. И когда я не... ну, как бы обратил внимание на то, что это слово исполнилось только спустя, наверное, полгода или год, как мы сюда переехали с супругой, я вдруг вспомнил. Такой раз, как в Дух Святой апостол Павел Тимофею пишет и говорит, помни пророчества, бывшие о тебе. Я думаю, что Дух Святой, он такое служение напоминания иногда совершает, напоминает пророчества, бывшие о нас. И вдруг я вспомнил это пророчество, которое исполнилось. И я даже прослезился от радости, потому что, ну, как удивительно. То есть, Бог действует. И на Урале была проповедь подростка молодежи. Мы по сей день на Урале проводим молодежно-подростковый выезд каждый год на берег озера, палаточные такие городки. Вот. И ребята из Петербурга туда приезжают, но и в Петербурге мы служим в церкви, которая молодежная. Вы так сияете, учитесь оптимизмом, но хочется узнать больше, что за этим стоит. И как человек, который подростком потерял маму, я так понимаю, что мама для вас была очень таким сильным вдохновением, тоже поддержкой в вашем служении. Она создавала определенную атмосферу в доме. И возникают вопросы у очень многих верующих людей. Как так? Почему Бог не защитил? Почему Бог не исцелил? Во что же вы верите, если человек не получил исцеление, может быть, ответа? Вот расскажите, как вы прошли этот период? Да. Мама, ее Елена Юрьевна зовут, она, получается, вообще у нее интересная история. До прихода ко Христу с папой они познакомились в Калининграде. Папа был в бегах. Они познакомились, начали встречаться, совместно жить, и мама забеременела. Мама забеременела мной, и врачи сказали, делай аборт. То есть, что тяжело рожать, и не факт, что ребенок будет здоровым. Если у нее были противопоказания по здоровью. Да, да, да. Уже тогда интересно, что она как бы дала отпор, да, вот этим негативным словам. Она сказала, я буду рожать. Она приняла решение рожать, и вскоре папу задержали. Это была осень, этапировали в Курганскую область, приговор, 8 лет отбывания наказания. И она сказала, я рожаю ребенка, который будет воспитываться своим отцом. И она, будучи управляющей делами фирмы, такой успешный, конец 90-х, женщины все оставляет, переживая там предательство определенное в своих бизнес-кругах, все оставляет, и едет на Урал, в Курганскую область, город Шадринск. То есть, это период, когда это было, ну, наверное, место самого большого запустения в России. То есть, долгое же время Курганскую область самая бедная была. Она живет эти 8 лет у папиной мамы. То есть, она посещает папу, и меня уже маленького к нему возит. Она узнает вскоре, что у нее диагноз рак. То есть, да, рак, крови. Сколько вам было, получается, когда она узнала об этом? Я даже не знаю. То есть, мне кажется, что началось это еще, может быть, когда она беременная была, или чуть позже. То есть, но... А сколько лет было, когда она была беременной? Когда она была беременна, ей было 30 лет. 30 лет, да. Ну, не самые простые отношения со свекровью, потому что это разные... Ну, в общем, как обычно, как это в анекдотах бывает. Мама проповедовала, ей мама покаялась, и бабушка в какой-то момент стала одной из лучших подруг мамы. То есть, потому что бабушка таких взглядов, достаточно патриархальных, ей важно, чтобы для семьи доказали, что ты достойный член семьи. То есть, и мама своим вот этим посвящением отцу, посвящением мне, она как бы показала, что она преданная. Бабушка по сей день говорит, что если бы не Лена, Валеры бы уже не было. Папа Валера. Вот. Ну, я уже до этого говорил, что потом, когда мне было четыре года, мы покаялись, и папа потом покаялся. И мама продолжала, как бы, бороться, принимала лекарственные препараты. Врачи сказали, ну, года два-три. Вот так. Она прожила около 15 лет после этого. То есть, после того, как и врачи сказали. Да, это были непростые 15 лет. То есть, это были и ошибки врачей, и отчасти, то есть, более ранний уход, это был связан с ошибкой диагностики. И, соответственно, неправильно назначенное лечение. Но, как бы, невзирая на все это, было все вовремя. За полгода до своей смерти мама сказала, я скоро умру. Она пришла ко мне в комнату, я так думаю, ну, наверное, какой-то там на фоне болезни, странный разговор, непонятный такой, мам, мы же избегаем темы о смерти, это не то, то, что нам не нравится. Вот, я говорю, ну, что-то, я она сказала, я умру, папа женится, у них появится ребенок, чтобы ты принял эту женщину и принял этого ребенка. Я так думаю, странные разговоры. вам 14? Мне было 13. 13, да, я думаю, как бы, не воспринимаю абсолютно всерьез. Вскоре она уезжает на лечение в Петербург, оно затягивается, 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 появляются осложнения, ну, в итоге, как бы, врачи говорят, что осталось совсем мало времени, то есть прогнозы не очень хорошие. Я вижу, что исполняется то, что она сказала. Я много молюсь в это время, я прихожу после школы, я помню, мылом на ковре рисовал круг, вставал в него и говорю, буду молиться два часа сорок минут, то есть такое было, понимаете, десяти на двадцати четырех часов. То есть, ну, такое было сражение, то есть, это был такой путь терзаний, я был таким наглым парнем, звонил вот тут, центр Алмазова вызванивал этого... Врача? Врача, действительно занятого, узнавал о самочувствии, то есть, вопреки там папиным словам, что не надо этого делать. Не дергай никого, да? Да, и потом, интересное произошло, папе сказали, надо приехать. Папа говорит, я поеду, ты остаешься, и у меня внутри такое переживание, надо ехать. Он говорит, денег нет? Я говорю, я поеду. Он говорит, нет, я нахожу деньги, то есть, я такой бунтарь, и я потом каялся перед папой за состояние, самовольство такое, но я нашел деньги, я принес ему эти деньги на работу, и сказал, я еду любой ценой, отговаривали многие в церкви, зачем ты поедешь, Антон, отвлекать, то есть, и мама будет, я говорю, мне не интересует, что вы говорите, я еду, то есть, я сам поеду, я попрошу кого-то другого купить билет. Это было, ну, не зря поездка, мы попрощались на самом деле, потому что я пришел в палату, и для мамы это было такое трогательное переживание, кстати, в этот момент она как бы и сказала, что ты будешь здесь жить. Она сказала, пророчество. Пророчество было высвобождено, вот, и мы возвращаемся с папой, даже с хорошими прогнозами, то есть, мы видели ее бодрую, уже как бы в реанимации, но бодрую, то есть, и 2 марта звонит врач утром, да, что все, она ушла в вечность, папе сообщает эту новость, я слышу, вы в дороге, да, при ней, это мы уже были, да, дома, это раннее утро, папа, у нас такая у папы традиция, он каждое утро в 6 утра молится, дома, на кухне, я слышу, что во время молитвы звонок, он отвечает и плачет, я просыпаюсь с мыслью, это случилось, то есть, как бы я папе захожу на кухню, говорю, папа, я правильно понял, то есть, он сидит на полу, да, и плачет, но у меня не было как-то такого, не слез, вот первое такое, да, то есть, я говорю, да, слава богу, то есть, первая реакция, первые слова были, слава богу, я встал, оделся и собрался в школу идти, папа говорит, куда ты пошел, я говорю, в школу пошел, я говорю, я дома сидеть не хочу, вы на работу уезжайте, я пошел в школу, и удивительно, то есть, была такая благодать бога, то есть, пережить все это спокойно, вот эти первые дни, то есть, абсолютно без всякого, драмы надрыва, без драмы, да, то есть, у бабушки, у маминой мамы, она в это время была в Калининграде, то есть, у нее была, конечно, мать, это, мать есть мать, ну, дальше события начали разворачиваться, конечно, были слезы, так и были переживания, потому что мама просила не делать из ее похорон церемонию, то есть, она хотела сделать это так, чтобы вообще никого не было, чтобы это была кремация, очень частная такая, да, ну, естественно, есть мама ее, то есть, которую надо почтить, в этом и так кремировали в Петербурге, привезли в Калининград, и такой достаточно тяжелые две недели, вот именно вот этого общения с людьми, но это все время в церкви, на молитве, все время, как бы, это было продолжение служения, то есть, мне служили, я служил, папе служили, папа служил, вот, это было такое время проживания, да, на проживание с Богом, и я после этого стал говорить, это стадия проживания, которые есть в психологии, да, до принятия, со Христом можно все это более быстро пройти, принять, то есть, вот это состояние, да, это случилось, и да, мы видим в этом волю Божью, я потом задавал Богу вопрос, почему, и у меня такой пришел ответ, а время пришло, вовремя, 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 и потом я молился, и как бы приходили такие мысли, что мое хождение со Христом, оно было опосредовано присутствием мамы, да, то есть, это, то есть, ее вера, ее посвящение, ее молитва, она как бы инициировала, и поддерживала этот огонь в вас, да, потому что был период такой, как бы, я не идеальный, а верим, а служим, когда она смотрела какое-то большое собрание, там проповедовали великие мужи, высушил подросток, и он сказал свидетельство, и она сказала, ты будешь стоять на этой сцене, я стоял на этой сцене потом, то есть, ее слово, ее послание, она работала сквозь, то есть, вот, какие-то бурления, какие-то гормональные взрывы, какие-то идеи, и приключения, это было все наносное, внешнее, потому что внутри сердце прислушивалось к той линии, к той перспективе, которую намечала мама. Да, 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 да. И она очень как бы боролась за наши отношения с папой, потому что папа человек, который 8 лет сидел, он был таких достаточно авторитетным человеком. Она очень много посвятила тому, чтобы были отношения почтения, дух почтения, сердца отцов к детям, детей к отцам, и у нас были конфликты с папой, потому что его не было там 7 лет в моей жизни, да, в семье, и он появился, и у меня появилась ревность по отношению к маме, кто такой, что за мужчина. И до такой степени доходило, что все было подписано, моя кружка, мое полотенце, моя ложка. У тебя? Да, потому что, если папа брал что-то мое, это вызывало гнев, да, такой гнев, и это было такое состояние, оно потом перекочевало в такую дистанцию, то есть... Противостояние некое, да, с моей стороны, то есть папа в силу того, что на тот момент у него не было этой опытности, кстати, сейчас у него дочка, он невероятно раскрылся, как отец, то есть я смотрю на его сердце, это вообще что-то с чем-то, то есть папа женился, у них родился ребенок, и на их свадьбе сказал, по завету, да, то есть по завету мамы, я как бы рад очень, да, этому браку и благословляю, как может ли сын благословлять, но я благословляю, вот, и Господь сказал, это было опосредованное христианство твое, то есть как бы ты все соглашался со всем, что я говорил ей, а теперь ты, твои отношения со мной, что ты будешь делать, и удивительно, я влюбился в Иисуса, то есть я прямо осознанно начал понимать, что слово, откровение, оказывается, это лично, это интимно, я помню, была одна замечательная служительница, она приехала, и впервые я услышал фразу интимное отношение, такое, она прямо перевели просто на русский, так интимное, близость с Богом, а я такой, вау, я домой приходил, и я включал поклонение, прославление, и мне надо было быстрее, быстрее, потому что я начал проживать, вау, вот это интимное, интимное, это мое, не чье-то, это не публичное, это сокровенная тайна, и я понял логику Бога, как мне показалось, ну и может быть, кто-то скажет сегодня, ну, наверное, ты так рационализируешь, оправдываешь это, ну, кто, кто, пожалуйста, это может быть, это действительно и так, потому что действительно есть центральная нервная система, есть наша психика, которая нуждается в этом, но я верю в то, что это действие Бога в нашей жизни, и я радуюсь тому, что моя мама со Христом, потому что, кто знал ее до Христа, точно бы не поверили, что этот человек будет поднимать бомжей на улице, то есть, ну, управляющая делами, фирма, такая солидная женщина. А чем ее папа так увлек? Что она прям ради него, в том числе, папа был, по ее рассказам, таким романтичным человеком, он, хоть он и, как бы, такое у него было просто среднее образование, он читал стихи, он дарил цветы, он умел ухаживать, то есть, и он, что было привито в семье папы, это почтение к женщине, то есть, он почтительно очень относился и к своей маме, по сей день относится и к моей маме, и вот она говорила, что он был такой красивый, молодой, он был младше ее на семь лет, вот, энергичный, и он ухаживал за ней, и она как-то... Доверилась ему, поверила в Бога. но я верю, что в Божьи пути неисповедимы, теперь это служитель Божий, то есть, какие-то... Она приобрела любовью, и как раз тоже этим, почтением его для Бога получается. Да, это действительно, наверное, самая главная победа была, потому что семья, посвященная Христу, и я был удивлен, и до сих пор, то есть, я всегда говорю родителям в церкви, я говорю, я могу много чего сказать хорошего о себе, но мой папа, я прожил в среде, где папа мой в 6 утра молился, мама моя, я приходил со школы, если она была дома, она была в слове, она была в подготовке к служению, атмосфера в семье была такая, посвященная, отделенная для Бога, то есть, при этом, папа ехал на работу почти за 60 километров, то есть, ему надо было встать, посвятить вот это время молитве раннее, чтобы потом поехать на работу, каждый день, каждый день, каждый день, и это, безусловно, отразилось на мне, на культуру, то есть, культура эта пришла и в мою семью сегодня, то есть, мы сегодня молимся, я утром просыпаюсь, молюсь, то есть, это очень важные вещи, которые вот такие стратегические, которые значения мы понимаем спустя время, да, спустя годы. Но смерть мамы для меня, это такое было, и сейчас это воспринимается, это торжество Иисуса Христа, то есть, это, ну, это победа, то есть, не было ни мысли, то есть, не было ни единого вопроса, почему Бог, потому что, ну, даже, даже не было ни одного, как бы, такого вопросика, потому что, настолько была видна рука Божья, вот это все отделение, в котором она лежала, оно было все в свете Евангелия, она проповедовала всем, они, многих уже нет сегодня, но они, многие приняли Иисуса Христа Господом, и когда мы приехали, там женщина говорила, она, я лежала с ней в реанимации, то есть, так, параллельно кровати, и она умудрялась мне с параллельной кровати рассказывать, что-то там промучать, ну, там эти трубки для дыхания, ну, там с легкими были проблемы уже, она продолжала, как бы проповедовать, такие хорошие образы подражания, и для меня сегодня, то есть, и... То есть, у вас было ощущение, в целом, чудо от жизни мамы, да, то есть, вот именно то, что врачи говорили ей уже давно, что она должна была уйти, и поэтому, вместо, то, что она вместо, там, двух лет, прожила 10-14 лет, это, это действительно чудо, как бы, с таким диагнозом, в том числе, и такую яркую жизнь. Эти последние годы перед маминым уходом, в вечность, это было время, когда я больше служить стал, да, с ее, каких-то, таких... Подачи где-то, поддержки, мотивации от нее исходили, но я это начал делать уже сам, и думаю, в этом плане тоже было духовное, это такое, начало пути самостоятельного, вот. А есть у вас, как бы, позыв такой, что ли, вот, или слово направление людям, которые, может быть, рядом с близкими, у которых, там, смертельный диагноз, или как-то еще вы молитесь за, исцеление, восстановление, были ли у вас такие ситуации, то есть, как вы их поддерживаете? Сто процентов. Я на сегодняшний день, в нашей церкви, и мы так верим, что для нас, кто исповедовал Иисуса Христа, Господом и Спасителем, принадлежит божественное здоровье. И когда-то брат Кеннет Коупленд и Глория Коупленд говорили, что надо удержать исцеление. Я думаю, это про вот это, жить божественным здоровьем, что нам это дано. А исцеление, это как раз таки, являть славу в этом мире, и мы будем возлагать руки на больных, и они будут здоровы. И мы в это верим. Но когда есть человек, у которого есть какой-то диагноз, мы молимся, да, мы возлагаем руки, да, мы продолжаем провозглашать, что он здоров. Мы остаёмся верны, и мне кажется, это самое правильное наше направление, слову Божьему. Факт, она умерла, кто-то мне сказал. Вот смысл твоих молитв. Я говорю, смысл моих молитв в том, что я был верен Писанию. Я был верен Писанию, а не человеческим каким-то словам и фактам. И сегодня я так бы, я бодрил бы всех, кто рядом с человеком больным, продолжайте стоять на Слове Божьем. Это единственный, безусловный, авторитет, который мы исповедуем, как церковь, исповедуем, как последователи Христа. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Это совершённая форма, это то, что мне принадлежит. Я видел на своей маме, что когда действительно серьёзное заболевание, это часто психологическое страдание. То есть ты не контролируешь эмоции свои. Надо уметь это покрыть, принять, покрыть это любовью, добрыми словами, объятиями. То есть всячески окружить этого человека атмосферой любви, по благодати, которую мы можем проявлять. Но при этом продолжать исповедовать до последнего, что этот человек здоров, что Христос умер за него, не отступая ни на шаг от Слова Божьего. Вот это такое ободрение. Я, знаете, сталкивалась иногда всё равно в, скажем, опять же, в контексте нашей культуры, да, что многие люди, вот есть, приходя на кладбище, есть праздники, там, поминовения усопших и так далее, у них есть представление, что души эти привязаны к телам, которые похоронены в земле, и там, заходя даже на кладбище, например, прочесть какую-то молитву, там, слово даже вот из Библии, с тем, чтобы и мёртвые назидались, скажем, и те, кто там посещают. То есть, например, есть вот такие взгляды, и я не думаю, что они, таких людей мало. То есть, может быть, у людей есть, ну, как бы, еще какие-то идеи, но как у вас представление, как вы утешаете, может быть, людей, или направляете? Ну, чисто с психологической точки зрения, вот это действие, прийти на кладбище и что-то сказать, оно, ну, абсолютно оправданно. Человек проживает утрату, проживает утрату, возможно, он на стадии принятия, то есть, вот этот процесс предпринятия, да, то есть, или наоборот, на стадии отрицания, то есть, я отрицаю. И для человека это важно, наша задача, наверное, как пасторов и психологов, да, помочь человеку пройти и прийти к принятию, это очень важно, да, не занять, что человека нет близкого, что его здесь нет воплоти сегодня, да, то, что сегодня мое общение не с ним, да, ну, как бы, оно невозможно напрямую, да, 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 что мое общение, оно все-таки со Христом, если это люди, которые исповедуют Иисуса Христа Господом, но в момент, когда мама ушла, я таким, конечно, радикальным был, но я постоянно говорил, Иисус сказал, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, то есть мы празднуем жизнь, жизнь вечную, сказано, что там ангелы ликуют о спасающемся одном грешнике, я верю, что мы ликуем, потому что человек, который верил, прошел этот земной путь непростой, да, нам хочется, чтобы мы жили здесь на земле, но интересно, что почти все апостолы приняли мученическую смерть, да, то есть все равно это страдания, да, и они страдания по плоти и душе часто, поэтому я радуюсь, что ее путь страданий земных, он прошел, и она сегодня, ну, наверное, простым языком, в лучшем месте, да, то есть она в том, что она исповедовала в духе, в духе, она там, мне горько, да, это мне надо проработать самим собой, не с ней, да, то есть это моя часть, да, пройти это, прийти к этому состоянию свободы и естественному пониманию, что ты будешь забывать образ этого человека, он будет уплывать из твоей памяти и быть готовыми к этому попрощаться, то есть сегодня, да, добрые воспоминания, да, это моя мама, которая вложила в меня очень много, но нет вот этого чувства ностальгии какой-то, такой вот этого привязанности к прошлым воспоминаниям, эти воспоминания постепенно как-то исчезают, и я думаю, что это и правильно, да, мы сохраняем что-то, да, кто-то книги пишет, кто-то фотографии просматривает, но мы встретимся. Какие цели, скажем, вот действительно в познании Бога, в его проявлении для себя в своей жизни, может быть, в своей семье вы ставите? Хотите ли вы получать вот такое слово пророческое, какое было у вашей мамы, может быть, в большей степени, как для, там, может быть, своей семьи, так и для церкви? Павел пишет, ревнуйте о дарах больше, безусловно, мы ревнуем, безусловно, я хочу, чтобы было, сегодня там у меня больше развития в толковании языков, да, я понимаю, что есть у меня хорошее, как Дух Святой хорошо дал слово знания где-то, слово мудрость, но чтобы это было в пол больше, 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 особенно пророчества, этого хочется, но это все для, мной сегодня воспринимается так, и мы так учим, что это все есть приложение, да, наш фокус, это поклонение, но даже это не главное, даже это, я так воспринимаю сегодня, мои отношения с Богом, что Он каждый раз ждет меня, чтобы я поклонялся Ему, и даже откровение, которое я выношу из святая святых, даже это не главное, то есть, главное, вот этот момент, этого синтеза, то есть синхронизации какой-то, это, наверное, лучшее, что мы можем, как бы, и это лучшее место для проповеди Евангелия, вот это, наверное, парадокс, лучшее место для проповеди Евангелия Тайная комната, лучшее место для проповеди церковной скафедры Тайная комната, это вот то, что нам нужно сегодня, и то, где хочется быть, да, и это интересно, что, да, есть такой замечательный психолог, который доказал и показал, что, несмотря на то, что мы, жизнь стала комфортнее, вот даже сегодня, какая замечательная студия, мы всячески пытаемся заполнить свое время чем-то, то есть, он сравнивает, допустим, жизнь человека, который жил 200 лет назад, и он говорит, что его жизнь была наполнена смыслом, при этом было больше свободного времени, человеку сегодня страшно столкнуться со свободным минутой, потому что это минута осознания себя, а осознание себя, это значит понять, что ты лишен смысла, и мы часто, и дьявол, он ворует вот это время наедине с Богом, но мой смысл обретается в общении и близости с Богом. То есть, но если этой близости нет, то человек сталкивается с хаосом, как бы с пустотой, с мраком, с ужасом будущего, прошлого. Да, и пытаясь вытеснить это, он заполняет свое время архиважными для себя делами, заботами, житейскими, да, то есть заполнить все свободное время, лишь бы не столкнуться с самим собой. С тишиной, как бы с этим вопросом. Мы практикуем вот этой теме, и это очень сложно, как оказалось, все выключить, телевизор, телефон, никого, чтобы не было, не брать книгу, я просто пытаюсь лечь и ничего не делать, и просто Господь, говори. И бывает очень не по себе, потому что ты понимаешь, что такого времени очень мало в нашей жизни, всегда что-то, всегда что-то, но даже несмотря на это, Бог вот в этом, в этой суете, Он прорвется к нам. Антон, огромное спасибо за это время и за вот этот самый-самый главный посыл. Я надеюсь, что вы выключите все, и у вас будет момент, когда вы останетесь в тишине и скажете тому, кто есть сама любовь, жизнь, свобода и чистота, вы скажете, приди в мою жизнь. Спасибо вам большое. Это была программа «Личное признание» с нашим замечательным молодым гостем Антоном Пахтусовым, пастором Церкви Слово Божие из Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok